С 1 сентября во всех школах Карачаева-Черкесии для учащихся младших классов организовано бесплатное горячее питание. Школьникам предлагается разнообразный рацион, включающий зерновые продукты, крупы, мясные и рыбные изделия, фрукты и овощи. Ежедневно ребята получают все необходимые организму микроэлементы. При этом в школьном питании недопустимо присутствие полуфабрикатов, консервов и всякого рода копченостей. Меню разрабатывается специалистами с учетом всех детских потребностей. Но несмотря на долгую подготовку к реализации программы горячего школьного питания, она пока не идеальна и еще нуждается в доработке. Обо всех нововведениях в сфере образования за текущий год мы поговорили с министром образования и науки Карачаева-Черкесии Инной Кравченко. Этот год непростой для системы образования. С учетом сложившихся обстоятельств, система образования подстраивается под те условия, в которых мы сегодня должны с вами жить, работать и существовать. Да, год непростой, еще раз хочу сказать, но с пониманием относятся и родители, и педагоги к тому формату, который сегодня реализуется в наших образовательных организациях. Тем не менее, есть и много положительных моментов в этом году. Например, в соответствии с задачами президента Российской Федерации в начальной школе в этом году у нас организовано горячее питание. Также классные руководители получают выплаты дополнительные в размере 5000 рублей. У нас и реализуются программы «Земский учитель». 27 земских учителей в этом году приехали в школы, расположенные в сельской местности. Эта программа будет и далее продолжаться. То есть реализация национального проекта образования, демография позволяют совершенствовать материально-техническую базу образовательных организаций, строить новые дошкольные образовательные организации, общие образовательные организации. Мы ремонтируем спортивные залы, расположенные в общеобразовательных организациях в сельской местности. Также вот буквально сейчас к нам в регион поступают новые школьные автобусы. То есть много и позитивного в этом году тоже есть. Но, конечно, ковид вносит свои коррективы, и мы никуда от этого не денемся, мы подстраиваемся. Тем не менее, мы достаточно организованно и в технологическом, и в техническом плане провели государственную итоговую аттестацию в условиях риска распространения коронавирусной инфекции. Ни один школьник, ни один преподаватель во время проведения государственной итоговой аттестации не заболел. То есть мы идем дальше в ногу со временем. Как все, так и мы. Началась у нас вторая четверть в общеобразовательных организациях. Я хочу отметить, что большая часть детей у нас сегодня вышли как раз-таки в образовательные организации и обучаются в очном формате. Более 30 тысяч детей у нас сегодня учатся в школах. Остальные дети пока остались эту неделю у нас на дистанционном обучении. Мы изучаем ситуацию, общаемся ежедневно с начальниками управления образования, с педагогической общественностью. Ситуация позволяет и складывается таким образом, что, скорее всего, и остальные дети у нас приступят к очному формату обучения. Я хочу сказать, что дистанционная форма обучения, да, она непроста, она сложная. К ней необходимо было готовиться и учителям в первую очередь, а также детям. Здесь требуются огромные усилия, внимание со стороны родителей и поддержка. То есть она затрагивает абсолютно всех участников образовательного процесса. Поэтому мы очень просим и родителей, и педагогов, и самих школьников с пониманием отнестись, с уважением в первую очередь к данному формату работы. И мы понимаем, что это временно, и все пройдет, и наладится, и мы все выйдем в образовательные организации. Республиканская конференция, посвященная организации и совершенствованию горячего питания в образовательных организациях Карачаева Черкесской Республики. И перспективы, пути решения, концепции как раз-таки рассматривает те проблемы, с которыми мы столкнулись. И мы понимаем, что система питания горячего в начальной школе, которая сегодня реализуется, она несовершенна. Она нуждается в ежедневном контроле и в ежедневном совершенствовании. Поэтому мы призываем родительскую общественность, общественные организации наши активно подключаться к данному направлению, помогать в том числе нам, образовательным организациям, совершенствовать наш процесс питания школьников, делать его качественным, полноценным, чтобы оно на самом деле было горячим, это питание, чтобы дети своевременно получали весь рацион питания, все витамины, микроэлементы, которые необходимы. А для этого нужна такая вот наша межведомственная, серьезная работа, ежедневная работа, я бы даже сказала. Вот сегодня мы обсуждаем и пути дальнейшего развития, потому что, начиная от закупки продуктов и заканчивая готовым продуктом, и не просто готовым, а даже, наверное, сервировкой этих продуктов, как они подаются, эти продукты в образовательных организациях, все сегодня мы обсуждаем на нашей конференции. Будут даны рекомендации и органам исполнительной власти, сегодня присутствуют здесь и Министерство сельского хозяйства, Министерство промышленности, здравоохранения, Роспотребнадзор в том числе, все муниципальные районы. Мы обсуждаем эту тему, будут выработаны определенные решения, эти решения будут доведены до руководства, и мы будем работать, конечно, над реализацией поставленных задач и принятых решений. Министерство промышленности Министерство промышленности Министерство промышленности Министерство промышленности Министерство промышленности